Москвичка Людмила Ковалдина уже не первый раз отбывает наказание по статье за наркотики. Очередной срок истек, и через 10 дней женщина окажется на воле. Сразу нужно решить массу проблем, в том числе найти работу, чтобы снова не встать на преступный путь и не оказаться за решеткой. Людмила в зоне выучилась на швию, планирует искать работу по этой профессии. Да, закончила профессиональное училище по профессии швея четвертого разряда. Плюс работаю контролером готовой продукции. То есть планируете, ну это интересно вам? Мне интересно, да. Потому что здесь, грубо говоря, нет. Нет, почему? Ну вот работа контролером, отдела технического контроля мне нравится. В принципе, если такая возможность будет устроиться по этой профессии уже дома, то как вариант. За полгода до окончания срока осужденные проходят школу освобождения. С ними начинают работать профессионалы – психологи, юристы, специалисты центра занятости и медики. Готовят к воле морально и социально. С самого начала срока каждую осужденную в седьмой колонии обучают профессии. Из 600 женщин здесь трудоустроено 90%. Большая часть швеи, часть работает в пекарне. В нашей колонии производство является основной формой исправления. Здесь у нас готовят в профессиональном училище швей, операторов швейного оборудования, портных. Естественно, эта специальность пригождается на свободе, имеет спрос. Наши осужденные имеют возможность именно по этой специальности устроиться. Хотя есть случаи, когда устраиваются по специальностям, по которым они получали образование ранее. Специалисты центра занятости приходят в зону раз в два месяца. Рассказывают о самых популярных профессиях, о ситуации на рынке труда, порядок постановки на учет. А еще, как не потерять пенсию и как правильно оформить резюме. Вот на сегодняшний день швею у нас требуется 367 вакансий, зарплата от 19 тысяч рублей. То есть швея наиболее востребованная вакансия. Дальше продавец 204 вакансий, тоже зарплата от 18 тысяч 455 рублей. Повар востребованная вакансия 14 тысяч зарплата. Этих женщин в основном волнует, как скрыть от будущих работодателей свою судимость. Ответ прост – никак. Если потребуется, кадровая служба сделает запрос и руководство зоны скрывать информацию не будет. После мест лишения свободы путь заказан в охранные и правоохранительные структуры, банки, школы и детские сады. В остальных случаях формальных оснований для отказа в трудоустройстве у работодателей нет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.